В региональном штабе пугает ивановцев тем, что при соблюдении режима самоизоляции в области вполне может повториться так называемый итальянский сценарий. То есть, когда смертельные случаи будут исчисляться тысячами. Так, например, в одном из итальянских регионов Ломбардии более 40 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей от коронавируса. Напомним, что в Иванове власти обещают развернуть всего лишь 1630 коек, из которых только 713 будут обеспечены кислородной поддержкой и аппаратами искусственной вентиляции легких. И то, все это только будет развернуто, а не работает сейчас. Кроме того, качество некоторых аппаратов ИВЛ тоже вызывает вопросы. В федеральных СМИ публикуются материалы, что часть из них устарели. Однако сейчас речь начинает идти не только о койках и относительно небольшом количестве ИВЛ. По нашей информации, в ряде структур похоронного бизнеса стали готовиться к наплыву заказчиков. В среднем в Иванове и Ивановском районе по цифрам 2019 года, когда эпидемии не было, умирает около 17 человек в сутки. И хотя Ивановский морг на сегодня имеет 50 мест, с увеличенной нагрузкой почти в три раза он не справится, поскольку просто не хватит кадров. Не говоря уже о том, что хранить придется день в день. Об этом на условиях анонимности нам сообщили сами медики. А если количество умирающих в городе перевалит за отметку в 50 человек в сутки, ситуация может выйти из-под контроля. Такой апокалиптический сценарий в региональном штабе всерьез не рассматривают. Но примеры в Италии и США говорят о том, что не исключена и подготовка братских могил. При этом похороны могут проходить без надлежащих процедур, поскольку гробов и венков на всех просто не хватит. Запас подобного рода атрибутики на сегодня рассчитан лишь на обычную статистику смертей. Тем временем, столичный штаб сообщает, в Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких – это люди моложе 60 лет. А на искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40. Мы направили соответствующие запросы в органы власти, чтобы получить официальную информацию о том, насколько точны все эти расчеты и действительно ли в области готовятся не только спасать людей, но и хранить их. К этой теме мы вернемся в следующих выпусках губернии.